МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увидеться с известным спортсменом можно в рамках акции «Быть русским» на городище Старой Рязани. Гостей праздника ждут воскресенье 18 июня к 12 часам. Здесь вы сможете усладить взгляд крутыми выражами в исполнении членов сборной России по высшему пилотажу, показать богатырскую силу на турнире по русским силовым единоборствам имени Евпатия Калаврата, а также зарядиться знаниями на мастер-классах. Их проведут чемпионы мира по самолетному и гиревому спорту, городкам, русским шахматам и бильярдам. Также в течение всего дня вас ждут кулинарные изыски. Это блюда полевой кухни и историческая реконструкция традиционных русских блюд. Завершится праздник в 18.00. Продолжим изучать историю родного края. Для этого познакомимся с книгой «Оборона Рязани». Она содержит множество интереснейшей фактуры – фронтовых приказов, копий телеграмм, военных карт. Многие материалы публикуются впервые. Презентация научного исследования, на создание которого ученые потратили более 10 лет, пройдет в библиотеке имени Горького. В понедельник, 19 июня, книгу официально представят читатели. После чего экземпляры передадут в школы, вузы и библиотеки города. Начнется мероприятие в 2 часа дня. Отдыхать не только телом, но и душой можно вместе с молодежным камерным хором «Рапсодия», который приехал к нам из Молдовии. Он неоднократно становился победителем международных и республиканских конкурсов. Выступал в Греции, Турции, Польше, Украине, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии и Венгрии. В Рязани хор даст два бесплатных концерта. В понедельник, 19 июня, он выступит в храме святого проповедника Иоанна Кронштадтского, начало в 18.30. А во вторник, 20 июня, библиотеке имени Горького, начало в 3 часа дня. В репертуар коллектива входят старославянские православные духовные песнопения русских и польских композиторов, а также древние грузинские православные песнопения. Выпустить заряд накопившейся энергии и ощутить прилив адреналина. Встать на капризную доску и сделать свой первый в жизни трюк. Эту фантазию детей и взрослых исполнят в среду, 21 июня. На улице Почтовый город отметит день скейтбординга. Здесь вы узнаете, что такое фингерборд и лонгборд, из чего состоит скейтборд и как он появился. Вам расскажут о пользе катания и необходимой экипировки. А также вы сможете принять участие в игре «Четыре стихии». Начало в 14.00. Продолжаем поднимать в себе настроение. Зарядиться сочным юмором и колоритными шутками вы сможете на Леднем Кубке КВН силовых структур и ведомств Рязанской области. Бороться за него будут лучшие команды города, сборная Тульской области и Егорьевска, а также ведомственные команды МВД, ФСИН и Министерство обороны. Всех секретов пока никто не знает, но свои выступления уже подготовили опытные покорители зрительских сердец и участники телевизионных лиг. Молодые и талантливые КВНщики ждут вас в среду, 21 июня в 18.30 в Рязанском дворце молодежи. Три струны, а какое многообразие звуков! Балалайшники дадут фору любому современному исполнителю. Свой профессиональный праздник они отметят в компании друзей с шумными песнями и плясками. Встречаемся на улице Почтовой в пятницу, 23 июня, и отмечаем Международный день балалайки. Программа, как всегда, насыщенная. Будет работать около 30 площадок, поэтому занятие по душе сможет найти каждый. А главную сцену украсит выступление российских виртуозов. Мы ведем переговоры, сейчас пригласим замечательный дуэт из Москвы. Два балалайшника, они такое шоу делают, сейчас они в Америке гастролируют, но 20 июня они прилетают, и вот сейчас ведем, чтобы они сразу же фактически с самолета к нам. Традиционно гостей фестивального лета на Почтовой ждут интерактивные площадки, множество конкурсов и подарков. Любителям особенного отдыха и напряженных сюжетов рекомендуем сходить в кино, чтобы посмотреть изысканный фильм с простой жизненной историей. Новая картина Андрея Звягинцева уже завоевала при Исканнского фестиваля и номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». Фильм российского режиссера, ставшего широко известным после премьеры картины «Левиафан», на сегодняшний день имеет самый высокий рейтинг – 7,7. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый мучительный развод. В ходе конфликтов и бесконечных взаимных претензий главные герои пренебрегают своим единственным ребенком – 12-летним Алешей. Неожиданно, после очередной ссоры родителей, мальчик исчезает. И напоследок предлагаем вам стать настоящим туристом. Далеко ехать не придется, ведь мимо памятников архитектуры мы проходим буквально каждый день. Сегодня наш туристический маршрут предлагаем начать на проезде речников. Здесь буквально за 10 минут вы сможете посетить сразу 6 уникальных мест. Чтобы удивить друзей и родных, не нужно далеко ехать. Достаточно прийти в историческую часть города. Древняя Рязань, в былые времена называемая Переяславль-Рязанский, была основана на слиянии двух рек – Трубеж и Лыбедь. Трубежем мы и сейчас можем любоваться у подножия Кремля. Лыбедь же в середине 20 века была забрана в трубу. И в том месте, где она протекала, сейчас находится Лыбецкий бульвар. Лыбедь, она, конечно, никуда не делась. Она течет под землей. И есть у нас пара мест в городе, где она выходит на поверхность. Вот в частности мы с вами находимся как раз возле такого места, где на Лыбедь, на эту узенькую, грязненькую, маленькую речку еще можно посмотреть. Не все знают, что на территории Рязани есть несколько монастырей. Один из них – Казанский женский монастырь – стоял как раз на слиянии двух рек. Однако пробыл он здесь недолго. В конце 18 века у нас масштабная перестройка города была. По градостроительному плану Екатерина 2-й. В общем-то у нас новые улицы появились, новые площади. Ну и в том числе вот эти изменения коснулись и Казанского монастыря. Он поменял свое место расположения. Найти памятник архитектуры можно по адресу улица Фурманова, дом 56. Когда-то на территории монастыря было около 40 строений, среди которых небольшой свечной заводик и пекарня. Сейчас остался только храм, кусочек стены и несколько построек. Удивительный сад уничтожили в советское время. На его месте построили швейную фабрику, которая сейчас стоит в запустении. В начале 2000-х годов был восстановлен храм. Вот мы видим, он в неплохом состоянии сейчас находится. А вот колокольня с надбратной церковью Святой Варвары, со звонницей, она восстановлена не была. И сейчас она находится в том виде, в котором она была при советской власти. Это обычный жилой дом. Продолжим движение в сторону торгового городка. Знаете ли вы, что на улице Затинной расположено целых два храма, которые были построены еще в Допетровскую эпоху? Благовещенская церковь – одна из самых древних, находящихся на территории Рязани. Была построена в 1673 году, то есть это вторая половина 17 века, и она старше, чем, например, наш Успенский собор. Характерная очень для этого времени архитектура – шатровая колоколинка, небольшие купола. Типичная архитектура для типичного посадского храма с небольшим приходом. Похоже, выглядит и храм в честь входа Господня в Иерусалим. Несмотря на древность постройки, церковь здесь была и раньше. В начале 16 века рязанцы приходили молиться в деревянный храм. Однако он часто горел, и в середине века его заменили на каменный. И сама часть этой улицы, сейчас она называется Затинной, то есть у нас вся эта улица называется Затинная, до революции эта часть улицы называлась Иерусалимской, ну, как раз по названию этого храма. Однако подойти к храму можно не только со стороны улицы Затинной. Второй вход расположен на улице Скаморошинской. Она, в свою очередь, примечательна тем, что является уникальным для России названием. Второй такой нет нигде. Так что рязанцам точно есть чем гордиться. Инструктаж окончен. Теперь вы во всеоружии. Делайте селфи, делитесь чудесным настроением с друзьями и прохожими. И помните, качественный отдых – это залог успеха и здоровья. С вами была Галина Ершова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Теперь без перчаток моим пальцам тепло Колеса машины не скользят без шипов Снять свой же кадр на камеру глаз Без фотоспышки хватит солнца и сейчас нам Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова